Привет, сноубордисты! Мы вещаем снова из магазина Squat VR Freeride. В этом выпуске у нас будет несколько новых моделей от бренда Telos. Как ни странно, Telos очень хорошо заходит вообще людям на тестах. У нас, напомню, есть тесты и от магазина Squat, который ездит по всем нашим магазинам присутствия. А есть еще в двух местах таких очень фрирайдных. Это, во-первых, магазин-музей друзей, который находится в Красной Поляне. Обязательно туда зайдите, когда будете. Там Telos, наверное, представлен максимально широко. Ну, кроме, наверное, сплитов и фристайльных моделей, там есть все остальные доски. Также у нас есть несколько досок у Heli Pro. Это Heli Club на Камчатке, Snow Valley. Там тоже есть несколько досок, так что обязательно зайдите и попробуйте покататься на них. Вот, что первое хотелось бы представить, это вот эта вот доска. Это про-модель Майк Ранкет. Такая фигура, как Майк Ранкет, был про-райдером и очень таким серьезным про-райдером уже в начале 90-х годов. Например, журнал Transwall Snowboarding его выделил, дал ему звание как легенде сноубординга, ну, за все его вклады в развитие и популяризацию. То есть, этот человек был одним из тех, кто внес такой вот трэш, такой скейтбординг-стайл, ну, одним из таких, да. Майк Ранкет, он сейчас уже, ну, такой мужчина весьма взрослый, но, однако, все равно могет, так скажем. То есть, это вот его личная разработка, его шейп. У этой модели очень интересная история. То есть, если вы посмотрите на этот дизайн, то наверняка узнаете в нем про модель Крейга Келли, который катался за Бертон. Крейг Келли 30 лет назад, это была первая, наверное, первая вообще про-модель сноуборда Бертон, который сделали именно для райдера. И такой дизайн, он очень напоминает, да, вот здесь было написано Air, здесь написано MR, Майк Ранкет. Почему он сделал дизайн, похожий на Бертон Эйр? Все очень просто. Крейг Келли, один из его лучших друзей, они вместе много катались, вместе проводили очень много времени, там, вплоть до таких, ну, очень теплых дружеских отношений. И тем самым он просто решил отдать дань памяти своему другу, который погиб в лавине в 2003 году, то есть достаточно молодой. Здесь как раз написано, что специально доска с любовью и памятью о моем друге Крейг Келли. Ну, насколько я слышал, часть продаж от этих досок пойдет в фонд семьи Крейга Келли. В общем, такая история. Теперь давайте о технических моментах, то есть вот если посмотреть на доску так со стороны, то есть я когда ее увидел, я думал, что это какая-то фрирайдная такая модель. Но это все визуальный обман. Это на самом деле твин, он, да, направленный твин. То, что здесь нос и хвост такие разные, это чисто дизайн, то есть такой выпиленный. Хотя от фрирайда здесь есть тоже немало, в частности это пинтейл, да, то есть хвост чуть-чуть уже носа, что позволяет доске лучше тонуть снегу в глубоком. И прогиб, прогиб камрок, то есть камрок это один из таких сейчас самых популярных, наверное, прогибов, да. Очень многие либо вернулись к этому прогибу, либо стали делать, если раньше не делали. Здесь кэмбер это, ну, практически полностью, да, вот он практически полностью на доске от хвоста, но чуть-чуть носа не до конца. А нос имеет рокер специально для того, чтобы всплывать в глубоком снегу. Хвост тоже достаточно большой, в смысле хорошо загнут, то есть на этой доске можно спокойно приземляться в свитч, в глубокий снег. Здесь чуть-чуть смещены закладные относительно центра, но это не дирекшнл доска, это, напомню, твин, очень интересно, ну, очень важно для фристайла, чтобы ты чувствовал доску как бы в любую сторону. По жесткости заявлено, что это восьмерка из десяти, но на самом деле это не так. Здесь, дай бог, будет пять, может быть даже что-то около четырех с половиной. Она достаточно мягкая доска, так что не верьте, то, что вы увидите в интернете. Доска мягкая, но она подойдет, соответственно, как и продолжающим райдерам. Из-за своего шейпа она будет более универсальной, чем просто фристайлная модель, то есть на ней можно и попрыгать в парке, и покататься фрирайд, и покататься на трассе, потому что кэмбер он хорошо будет держать на больших скоростях, на жестком снегу, а кэмрок и пинтейл, да, они помогают доске катиться в глубоком снегу. Напомню, опять же, в друзей музея приезжайте в поляне, там эта доска будет, и можно попробовать. И, кстати, очень интересно назвать, наверное, так скажем, целевую группу. Это All Mountain Freeride Freestyle. Кстати, как и у всех практически досок Телос, боковая стенка сделана не из пластика жесткого, а из нейлона, он помягче, что будет демпфировать немножко кант, и он будет меньше нагружаться, но и, в общем-то, гасить вибрацию от каких-то ударов. Следующая доска называется Lemurian. Вот здесь такой изображен здоровый какой-то скелет, но Lemurian – это легенда, да. Lemurian – легендарная страна, побратим Атлантиды. И вообще город Телос – это одно из названий города, который находится под горой часто. Это в Калифорнии, в Штатах, якобы по легенде, там жили как раз вот эти лемурийцы. Слово Телос – это понятие из греческой философии, которое обозначает конечный результат, да, итог, какой-то наивысшая точка достижения. Lemurian – это Swallowtail, как вы видите. Это, конечно же, чисто фрирайдная доска, то есть тоже здесь Camrock, но рокер носа уже будет практически от переднего крепления. Естественно, здесь тоже есть Pintail, хвост уже, чем нос, закладные, естественно, смещены назад, это Directional доска. По жесткости эта доска шестерка, и это правда, то есть если в предыдущей модели не соответствует действительности, то здесь вполне честная шестерка, она достаточно жесткая. А, ну и, кстати, вот у кого, например, кому не нравится такой агрессивный дизайн со скелетом, есть, ну это, наверное, одна доска, единственная, которая у нас есть, это Limited Edition Design, это как раз вот изображена та самая гора Шаста, и подземный город высокотехнологичный, то есть вот Limited Edition 159 Ростовка. Ребят, хорошая новость, если вы подписчик нашего канала, Сквот, вы можете выиграть вот такую доску, это бренд Телос Свалтейл Лемуриен. Доску получит тот, кто оставит комментарий на канале Сквот, любой комментарий, без повода, с поводом. Единственное, что прошу оставить только один комментарий, там, с одного вашего аккаунта, потому что всякие миллионы комментариев с одного просто будут баниться, и вы просто вылетите из этого розыгрыша. Доска Лемуриен у нас есть в трех Ростовках, 156, 159 и 165, соответственно, та, которая подойдет конкретному выигрышному человеку, такую мы ему и отдадим. Еще раз напоминаю, комментарий должен стоять под видео, вот этим видео на канале Сквот. Еще одна доска из новинок, это Шарка Ланч. Шарка Ланч, это как можно перевести-то? Ну, понятно, Шарка Акула, а Ланч, это какая-то такая игра слов, да, то есть это пишется не как Ланч, в смысле еда, там, да, какой-то обед, а как вторая часть слова Лавина, да, там, Эва Ланч. Но в то же время, если посмотреть на дизайн, то Акула здесь жрет орку. Да, вот вы видите орку. Вот эта доска, она жрет орку. Ну, это стелк, понятно, да, ребята, прикололись над оркой. Ну, орка, это очень популярная доска у нас для фрирайда, хотя она, ну, там, не чисто фрирайдная, да, многие отмечают, что она такая больше в универсал подходит. Но это, на самом деле, тоже универсальная доска, Шарка Ланч. По жесткости она, наверное, вот из всех обозреваемых, самая жесткая, имеет коэффициент 8, и это правда, она достаточно жесткая, поэтому на ней, ну, скорее всего, смогут кататься только те, кто сможет ее как следует нагрузить. По характеристикам это тоже Кэмрок. Доска для таких хороших ходовых, в смысле, быстрых, кто любит хорошие хода райдеров, подойдет для катания в паудере, а также для катания по трассам, то есть такая мунтайн-доска. Ну, в общем-то, то же самое, что и вот этот Лемуриен. Это больше универсальная All Mountain Freeride доска. И еще одна доска, которая обновилась в этом сезоне, то есть вот мы давайте сразу сравним. Изменился прогиб, то есть если мы посмотрим на доску прошлого сезона, то это у нас обычный Кэмбер, да, в середине дуга и Твин Тип. Доска этого сезона имеет обратный прогиб в середине, Кэмбер под, так скажем, задней-передней ногой. И опять же этот Твин Тип, такая, конечно, больше подойдет для трамплинов, хотя она относительно мягкая. А эта доска уже более универсальная, в смысле для разнообразного паркового катания. Вот такие новиночки от Телоса. Посмотрите на нашем канале, там где-то глубже обзоры досок прошлого года. Но в этом году они, собственно, абсолютно такие же, без всяких изменений, и поэтому мы ничего про них нового снимать не будем. Вы просто можете их характеристики найти в описаниях досок этого сезона, ну или прошлого. Они, в общем-то, абсолютно одинаковые, никаких различий нет. И мы, кстати, планируем сделать при магазинах, то есть при каждом магазине, ну, не при каждом из всех трех, московских и питерских, да, будет один в Москве, один в Питере. Ну и во всех других магазинах, где мы находимся, это Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень. Там будет в каждом из этих магазинов, плюс здесь в VR Freeride будет тестовый пул досок Телос, которых вы можете будет, можно будет взять прямо здесь в магазине, ну и там в тех магазинах, и попробовать на них катнуться. Приезжайте и к нам, и в поляну, и идите кататься. Всем привет, удачи, и не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok